Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников любит хвастаться своей абсолютно открытостью. Он доступен в социальных сетях и всегда любит выступать в прямых эфирах и отвечать на прямые вопросы. 7 мая я записал специальное видео для губернатора и задал ему три вопроса. Отвечает ли он как мужчина и губернатор за свои слова и обещания? Например, про то, как обещал пустыри превратить в скверы. И все свободные пространства, пустыри отдать под парки и скверы, под зону отдыха, под площадки для того, чтобы там гуляли наши дети. Или про то, важны ли ему рекомендации Сергея Кириенко. Любая инициатива, любые предложения, любая активность и готовность людей внести что-то свое в празднование этой великой победы должны не только не отталкиваться, а максимально поддерживаться. Ну и про то, готов ли он выступить арбитром в деле детского сада на улице Ярославской, точнее сказать, сохранение сада памяти. Посадим в сад памяти в честь подвига наших предков. Но губернатор не нашел возможности ответить на эти вопросы, а отвечать на них стал его зам Стрижов, который переслал этот ответ в администрацию города Вологды. По сути дела, превратив все это в цирк, ведь администрация города Вологды вряд ли может ответить на вопросы, поставленные непосредственно перед губернатором. Вы текстуально-то его видите? Сейчас я открываю. Считаете ли вы, как губернатор и мужчина, что ваши слова, обещания и решения должны выполняться? Считаете ли вы, что рекомендации Сергея Кириенко имеют для вас значение? Готовы ли вы выступать арбитром и остановить точечную застройку на Ярославской? Угу. У меня вопрос к вам. Вы на каком основании по компетенции переслали в администрацию города Вологды, если там поставлены прямые вопросы перед непосредственно губернатором Вологодской области Олегом Александровичем Кувшинниковым? Я его не рассматриваю, но я вот смотрю, что оно было доложено заместителю губернатора. Однако администрация города Вологды смогла это сделать, и мы получили ответ. Причем они даже сослались на то, что они действуют согласно рекомендациям Сергея Кириенко. Но помимо этого, 8 мая, когда губернатор опубликовал пост про сад памяти, про этот проект, мы точно так же задали ему и другой вопрос. Задали вопрос о том, почему он удаляет комментарии под своим постом про сад памяти. В его ответе нам сослались на то, что они удаляются якобы по правилам ВК и не соответствовали теме поста. Но вот я, например, непосредственно спрашивал его как раз за сад памяти, за этот самый проект, который он, получается, лицемерно продвигает в других местах, но уничтожает здесь, на Ярославской. Поэтому эти вопросы задавали ему и жители, но ведь комментарии жителей точно так же удалялись целыми десятками. И получается, что губернатор, удаляя комментарии, удалял любое мнение о саде памяти о сквере на Ярославской, которые, кстати, имели прямое отношение к его посту. Ведь еще раз говорю, он хвастается тем, что он садит эти самые деревья, уничтожая их в другом месте. Но некоторые комментарии людей все-таки остались. Однако губернатор сейчас до сих пор не ответил на них. И получается, что он убегает от этих прямых ответов и моих, и в том числе от граждан и жителей города Вологды. И получается, что губернатор почему-то, несмотря на всю свою открытость, не хочет разговаривать о сквере. Поэтому, Олег Александрович, можно сколько угодно прятаться за своих женщин в аппарате или за мелких чиновников городской администрации, но отвечать за собственные слова нужно самому. Поэтому, Олег Александрович, я вызываю вас на дебаты за сквер и предлагаю вам в открытой полемике обсудить это все и решить, кто же прав, жители города Вологды или городская администрация. По сути, вы, как губернатор, можете доказать нам, что, например, проезд захвачен законно, что никаких нарушений здесь нет, ведь вам для этого все подготовят чиновники. А мы со своей стороны представим эту аргументацию. Вы, конечно же, можете скрываться за коронавирусом, но мы прекрасно знаем, что дебаты можно провести даже в интернете. И если вы все-таки мужик, если вы все-таки губернатор и не боитесь открыто обсуждать, так как вы хвастаетесь своей открытостью, то давайте проведем дебаты и обсудим. Ну а для всех жителей, которые действительно хотят тоже обсудить это с губернатором, я предлагаю записаться на личный прием к нему и особо выделить, что вы не хотите встречаться с его замами, так как на их уровне это все обсуждалось. А встреча нужна лично с губернатором Кувшинниковым. Поэтому, дорогие друзья, записывайтесь на личный прием к губернатору, а я вызываю губернатора Олега Александровича Кувшинникова на дебаты за сквер.